Итак, друзья, мы продолжаем настраивать наш профиль. Теперь нам предлагают загрузить фотографию профиля. У вас есть два варианта, как вы можете это сделать. Вы можете загрузить с жесткого диска, то есть с вашего компьютера, либо из интернета. То есть вот здесь, в этом окошке, вы прописываете адрес страницы, на которой хранится ваша фотография. Мы сейчас с вами будем загружать с компьютера, то есть отмечаете вот эту верхнюю опцию жесткого диска, нажимаете «Обзор» и выбираете необходимую фотографию. Теперь, друзья, я хочу обратить ваше внимание вот на такую маленькую деталь. Каждый раз, когда вы хотите загрузить какой-либо файл на ваш блог или на любой другой сайт, неважно, это будет изображение или это будет видео или аудио, при чем приступить к загрузке, убедитесь, что файл назван именно английскими буквами. Видите, у меня изображение названо «Юлия Мельцер», но прописано это английскими буквами, либо это должно быть прописано цифрами, опять-таки сочетанием с английскими буквами. Если ваша фотография будет названа русскими буквами, то она в лучшем случае просто не загрузится, либо она загрузится некорректно, некрасиво, встанет не там, где нужно и будет отображаться не так, как положено, и могут потом возникнуть проблемы с тем, чтобы ее удалить. Поэтому, друзья, запомните раз и навсегда, любые файлы, которые вы загружаете на блог или на любой другой сайт, они всегда должны быть названы английскими буквами, либо цифрами. Итак, отмечаете нужную вам фотографию, нажимаете «Открыть», фотография загружается. И теперь, друзья, если вы увидели, что случайно нажали не на то изображение, загрузили не ту фотографию, всегда вот здесь вы можете нажать «Удалить картинку» и загрузить фотографию заново. Теперь спускаемся дальше, здесь мы отмечаем пол, дальше отмечаем местоположение, город, в котором вы живете. Далее отмечаем страну. Друзья, я рекомендую вам указывать реальные данные, так вы вызываете больше доверия у ваших читателей. Больше я здесь ничего указывать не буду, более подробную информацию о себе мы разместим потом на странице вашего блога, об этом мы поговорим немного позже. Теперь, друзья, обращаю ваше внимание на очень и очень важную деталь. Каждый раз, когда вы что-то меняете на вашем блоге, вы производите какие-то настройки, вносите какие-то изменения, никогда не забывайте нажать вот на такую оранжевую кнопочку «Сохранить изменения», в данном случае «Сохранить профиль». Уже по опыту знаю, что это достаточно распространенная ошибка. Люди нередко тратят немало времени на то, чтобы внести какие-то изменения на своем блоге, а потом просто уходят с этой страницы, не нажав на функцию «Сохранить», и вся их работа идет на смарку, потому что система не сохраняет никаких изменений, если вы не нажмете вот на такую клавишу «Сохранить». Итак, нажимаете «Сохранить профиль», страничка обновилась, как видите, здесь у нас появилась надпись «Настройки сохранены», «Просмотреть обновленный профиль». Нажимаете вот сюда «Просмотреть обновленный профиль». Итак, как видите, все, что мы с вами делали, все здесь отобразилось. Вот вы видите, стоит фотография, отобразился пол и местоположение. Если вы увидели, что что-то написали неправильно или что-то забыли добавить, вы всегда можете вернуться к настройкам, нажав вот сюда на эту клавишу «Изменить профиль». Давайте вернемся на наш блог. Нажимаете вот сюда на название вашего блога «Секреты здоровья от Юлии Мельсер». Вы видите, теперь вот здесь отобразилась ваша фотография. Теперь нажимаете вот сюда на эти инструментики. Здесь мы с вами поменяем только название. Вместо «Обо мне» вы пишите «Автор». Теперь ваш профиль будет выглядеть солидно и профессионально. Спускаетесь вниз, нажимаете «Сохранить». Как видите, страничка вашего блога обновилась и здесь сохранились изменения. То есть вместо «Обо мне» здесь у вас написано «Автор». На этом пока все. О дальнейших настройках мы поговорим с вами в следующих занятиях. С вами была Юлия Мельсер.